Вокруг гипноза как одной из практик, воздействующих на сознание человека, всегда существовала масса домыслов и мифов. Кто-то верит, что гипноз – это лишь способ обмануть и ввести в бессознательное состояние наивную жертву, другие утверждают, что такая практика полезна и безопасна, а использовать ее можно и даже нужно в лечении психологических проблем. Самым известным мифом, сложившимся вокруг темы гипноза, является так называемая негипнабельность определенных людей. Распространено мнение, что счастливых обладателей зеленых глаз загипнотизировать не удастся. Глубокий гипноз Одна из страшилок, связанных с гипнозом, гласит, это состояние невозможно контролировать, а некоторые люди так и не выходят из него и вскоре погибают. В действительности дела обстоят совсем иначе. Действующий врач-психиатр Московской семейной клиники Павел Аронов в статье «Распространенные мифы о гипнозе» поясняет, что в состоянии гипноза мозг просто сосредотачивается на чем-либо, и человек, следуя словам специалиста, прекрасно контролирует свое тело. Гипноз при определенных условиях не осложняет и уж тем более не подвергает жизнь человека смертельному риску, а наоборот, облегчает его существование. Например, помогает избавиться от панических атак или посттравматических расстройств. Об этом свидетельствуют данные, приведенные в работе «Когнитивная гипнотерапия», «Комплексный подход к лечению эмоциональных расстройств» британского автора, доктора психологии Асена Аладдин, Исерн Эладдин. Добросовестный специалист не станет проводить никаких манипуляций против воли пациента. А если и захочет сделать это, то не сможет. Дело в том, что в мозге человека есть своего рода «сторож», контролирующий самые важные психические и поведенческие процессы. К ним относят инстинкт самосохранения и моральные барьеры. То есть, даже в состоянии глубокого гипноза вы не навредите себе и окружающим. Другой расхожий стереотип о гипнозе заключается в том, что человек потеряет контроль и расскажет все свои тайны. Справедливости ради нужно отметить, что порой обычный бокал крепкого алкоголя способен развязать язык быстрее, чем самый отменный гипнотизер. Лечебный гипноз не предполагает выведывание приватной информации. Способствуя сосредоточению на чем-либо, врач помогает пациенту разобраться в существующей проблеме, а не создать новую. «Да ты ведьма!» Часто говорят, что люди с зелеными глазами не поддаются никаким видам гипноза. Это, по вере, зародилось несколько веков назад. Нужно отметить, что зеленый цвет глаз вообще встречается довольно редко, всего у 2% населения нашей планеты. Зеленоглазых людей, особенно женщин, считали посланниками нечистой силы. Любопытно, что у героини русских сказок Бабы-Яги тоже были зеленые глаза, а ведь она и являлась эталоном самой настоящей ведьмы. Зеленоглазых женщин считали опасными, некрасивыми и порочными. В то время на Руси ценились прямо противоположные качества – доброта, открытость, чистота и мягкость. Идеалом был голубой цвет глаз, который называли Васильковым. Об этом пишет исследователь Александр Куц в «Подлинные истории России», ссылаясь на информацию из ипатьевской летописи. Сложно сказать, что лучшими гипнотизерами являются люди с какими-то определенными глазами. Негативный стереотип о коре глазах людях и присказка «черный глаз, нехороший глаз» не имеют под собой доказанных оснований. Происхождение мифа о гипнотических способностях людей с темными глазами тоже связано с далекой историей. Когда в XIII веке Русь захватили татары-монголы, их внешность – смуглая кожа, темные глаза – внушала местным жителям страх, который закрепился в сознании наших предков. Сохранились литературные произведения, повествующие о том, с каким ужасом местные воспринимали захватчиков, например, слово о погибели русской земли. Другое объяснение связано с цыганами, которых нередко обвиняют в обворовывании людей с помощью гипноза. У представителей этого народа тоже темные глаза, хотя судить целую национальность по отдельным ее представителям, промышляющих мошенничеством, не совсем верно. Иммунитет к гипнозу. Гипноз бывает разным. Очевидно, что на сеансе у врача на пациента не станут воздействовать с корыстными целями. Другое дело так называемый криминальный гипноз, который практикуют уличные попрошайки. Они едва ли знакомы с научными техниками работы с вашим подсознанием, зато прекрасно реализуют более простые трюки. Например, перегружают мозг жертвы ненужной информацией, крича и заглядывая человеку в лицо. Или говорят на первый взгляд абсурдные вещи, которые заставляют ваш мозг слегка затормозить и попытаться обработать полученные сведения. Наконец, уличные гипнотизеры очень наблюдательны и зачастую являются прекрасными актерами. Они выхватывают в толпе людей, которые кажутся ему извимыми и задумчивыми, а также потерявшими бдительность. Как ни странно, самыми восприимчивыми к медицинскому гипнозу являются личности с крепкой психикой, например, спортсмены. Такие люди, как правило, спокойны и уравновешены. Они знают, когда следует контролировать происходящее, а когда можно отпустить ситуацию. Во время гипноза человек сосредоточен на внутреннем состоянии, но понимает, что не все зависит от него самого. Гораздо хуже гипнозу поддаются тревожные и нервные люди, поскольку они не способны полностью расслабиться и временно передать контроль над собой специалисту. Кроме того, совершенно точно не получится загипнотизировать психически нездоровых пациентов со сложными диагнозами, а также пожилых людей, страдающих деменцией. Более того, гипноз может нанести им непоправимый ущерб и ухудшить клиническую картину. Об этом говорится в работе «Психотерапия». Учебное пособие, составленное петербургскими учеными в 2011 году. Важно понимать, что гипноз и внушаемость – это разные вещи. Самыми внушаемыми считаются дети, потому что у них слишком мало жизненного опыта. Вот почему вся новая информация стремительно проникает в сознание маленького человека и влияет на его представление о себе и мире. А вот если человек по своей натуре скептик, не склонный к рефлексии и сантиментам, да к тому же достаточно пожил на свете, гипнотизер может не справиться с его настроем. К подобному выводу пришла психотерапевт Аманда Барниер в книге «Оксфордский справочник по гипнозу. Теория, исследования и практика. The Oxford Handbook of Hypnosis. Тери. Research and Practice». Таким образом, цвет глаз никак не влияет на гипнабельность человека. Куда важнее другие характеристики – общее психологическое состояние, возраст и наличие тех или иных заболеваний. Продолжение следует...